приветствую вас на нашем очередном дистанционном занятии сегодня 6 мая 2020 года среда напоминаю что это только часть дистанционного занятия и в данном случае я представляю видео записи индивидуальное задание студента которое посвящено шаговому двигателю представляет его лука напоминаю что с нами сегодня находится группа второго курса вы увидите что с нами допустим и лука александра мир баир николай максим павел михаил владимир мария любовь и напоминаю что после проекта задачи вы можете задавать вопросы хорошие вопросы интересно оцениваются также положительной виде плюсов ну а теперь я передаю слово луке пожалуйста представляете свой проект мне это прошу прощения надо отойти сейчас на минут 15 я вернусь скоро да ну только от александра сейчас могли просто отойти это же не да зачем эта информация была ну ладно ну ладно ничего это как имитация живого выступления пока отсоединяюсь ладно до свидания пока в общем есть такое понятие как шаговый двигатель который образовался от серво двигателя только с пометкой на то что у него нету обратной связи так сказать с механизмом поэтому это существенно упрощает его сборку его цену там ну и так далее просто он проще сам по себе он получается разделяется на три основных подтипа на реактивный на постоянными магнитами и гибридный самый простой это реактивный самый сложный это гибридный и чаще всего в чем-то сложным или крупным используется именно что гибридный потому что он объединяет плюсы постоянного и реактивного я вот не знаю значит начать ли просто с перечитки того что у меня здесь написано или как-то своими словами попробовать а вы можете основное указать и допустим какие-то ключевые моменты выделять что ну вот короче есть двигатель если его сейчас видно секундочку еще можно это наверное 150 поставить что покрупнее потому что этот дискорд он немножко отлично в общем короче есть ротор у него это вращающаяся часть есть статор статическая часть подшипник на котором держится все и получается на статоре располагаются катушки ну полюса там их бывает разное количество 68 там в гибридном вообще их там 48 полюсов каждые два полюса ну получается симметричность так с этим не образуют фазу для установки на нее ротора определенного полюса ротора и вариативность этих двигателей там абсолютно бесконечно то есть самый простой это можно ведь просто вот три катушки пойми запихнуть их на статор взять ротор из двух полюсов там плюс-минус и попеременно включать каждую катушку на на статоре чтобы ротор попеременно то одним концом примагничивался к определенному катушки то другим и таким образом создавать вращение но она будет в данном моем примере не сильно плавным и скорее таки фиксированность по стадиям почти что вот плюс еще есть такое понятие как шаг которая характеризует точность движения на каждой стадии этого двигателя то есть на пример вот реактивном среднее шаг это 30 градусов если немножко по химичке включать не по одной фазе сразу по 2 то есть вот по 4 катушки на статоре то можно получить точность 15 градусов шаг в гибридном там вообще все вылетает до 1 и 8 грамм потому что там опять же 50 полюсов на роторе и 48 катушек на статоре которые еще достаточно хитро расположены чтобы этот процесс еще задействовал все все эти 50 полюсов на проторе вот основная разница между реактивными постоянным и гибридным это в точности и в простоте управления то есть этот не включил но постоянные магнитами есть такое он делится на униполярный и биполярный я вот про это хотел спросить но как я сам понял униполярный он берет каждую фазу статора и по отдельности включают каждую из двух магнитов этого статора а биполярный он включает одновременно эти эту всю фазу разом возможно у вас магниты используются какие здесь постоянные но вот конкретно этот шаговый двигатель с постоянными и он делится на униполярный и биполярный но это возможно связано с использованием так по виду обмоток длс к этой статье не но по виду кстати по виду по виду обмоток но у вас же он как постоянно идет магнит обмотки это для снятия как раз изменения магнитного потока а вот она питание обмоток у вас идет ладно так что там у нас в общем так выглядит гибридный опять же подшипник магнит статор вал обмотка наконечник ротор он ну он похож больше всего на шестеренку такую с огромным количеством но зубцы это по-моему не совсем корректных я тут называют все таки зубьями ну короче полюсами обычно реактивно он самый простой и самый вот так сказать он подходит какой-нибудь кондиционер например чтобы достичь чего-то несерьезного потому что у него достаточно большой шаг неудобный то есть плавности не достигнуть чтобы двигатель прям вот очень не это не имитация добавка он реально плавно начинает двигаться короче он более статичный и не ну не такой плавный как может быть гибрид например то есть можно включать просто вот две эти два полюса он примагнитить со своими двумя полюсами затем включаются другие две катушки и полюс начинает примагничиваться к этим двум переместившись там в данном случае вот в этом примере на 30 раз ну то есть как раз непосредственно с шагом идет шаговый двигатель и вас как раз видите по разному схеме управления внизу и подписано как реализовать сдвиг реактивного шагового двигателя на разное количество градусов то есть на 30 или на 15 вот у вас схема управления внизу и вот что там почитывал мелко просто вот люди включают вместо двух катушек 4 два полюса вот эти вот один ну давай четырех полюса ротора они просто встают посередине этих двух двух парфаз двух фаз и получается переход на 15 градусов потом включается тут только одна пара катушек 1 фаза и он еще про протор еще проворачивается на 15 и встает вот уже в прям такую замагниченную позицию в обычной фазе потом включают другие две пары катушек или снова повторять то есть можно при 6 катушках делать шаг 15 если подсоединить 8 то можно еще меньше там вообще вариативность но я не думаю что он там сильно чем-то ограничено разве что удобством или безопасностью не получается добавляя фазовый из реактивного получите гибридный нет ну технически да но он объединяет как бы все плюсы реактивного и с постоянными магнитами и поэтому чаще всего используется в чем-то там серьезном прям в серьезной промышленности но то есть реактивный обычный он чаще всего в чем-нибудь совсем примитивным то есть ну для повторения одного и того же действия то есть именно простого повторения действия не чего-то глобального ну то есть комплекс использования как электромагнитов схеме так и постоянно да почему гибридные бы то есть по сути предложенная модификация реактивного при дальнейшем улучшение приведет нас гибридном итоге я правда я могу сейчас только поддакивать потому что я вот как раз таки тупо подробнее но как я понял да просто гибридный это то творение которое просто вот довели до ума чтобы она работала максимально точно и основная разница нет и наиболее сложные по конструкции но и как бы не путать и самые дорогие ну естественно то есть вы сейчас про реактивные более-менее потом сейчас еще про постоянно магнит ну то есть не разбивайте проект в кучу на уже сама вопроса а вот именно акцентируйте по ключу то есть про реактивные рассказали сейчас про постоянные магниты и уже гибридные потом группы как смесь продолжайте пожалуйста сейчас про гибридные просто перечитать или что мнение выбора постоянно магнит про двигатель на постоянных очень мало сказали всего почти вот у меня в нем есть отдельный отдельный файл да показывайте конечно там много там много просто я у меня завалит ничего страшного не переживайте в общем вот есть у непонятной полярной шаговой двигатель который там таким образом расположение магнитных полисов может быть изменено без изменения направления тока а схема коммутации может быть выполнена очень но это я опять зачитывать уже начинают я думаю да ничего ничего потому что при просмотре потом видео далеко не факт что люди будут исключительно на экран смотреть и засчитывать это нормально ключево то есть это да сойдет ничего страшного вряд ли мы выпьемся в тренда ютуба в общем вот чем конкретно отличается у неполярной от биполярного я как раз таки хотел бы спросить чтобы именно точно понимать то есть вот про биполярный пишет что для того чтобы изменить магнитную полярность полюсов необходимо изменить направление только в обмотке для этого схема управления должна быть более сложной обычно с мастом то есть это у вас используется электромагнит электромагнит то есть примитив это катушка пускаете в одном направлении по правилу правой руки обхватываете соленоид длинный короткий типа так длинные пальцы по движению тока по большому будет индукция как только направление тока смените у вас полярность катушки поменяется это все но единство схема управления сложнее вот она вот еще хотел спросить там это не совсем связано с постоянными просто есть же как бы ну то я утрирую конечно вот можно жестко регулировать положение ротора в статаре ну по отношению к статаре то есть просто включили одну фазу потом включили другую и он просто вот ну по лесенке условно начинает но шаговый как хорошо да ну шагом да а можно же по факту вот ну достаточно хитро поступать чтобы то есть включили один магнит он немножко под притянулся к нему отключили он начинает от него условно отталкиваться путем там сложных ну инерция подачиваю да и да через мир сюда но это у вас будет электро двигатель то есть помните у нас еще же было про синхронные синхронные электро двигатели вы то конкретно взяли шаговый как раз чтобы шаг можно было контролировать то есть по сути для цепей управления не силовой у вас а для цепей управления шаговый двигатель работает чем хорош это фактически тех задания разные то есть вам нужна не силовая установка а непосредственно для схем управления механического то есть чтобы он мог сдвигать на определенный конкретный угол то есть по сути у него задача другая короче у этих господи шаговых двигателей с постоянными магнитами есть несколько способов управления именно волновое полношаговое и полушаговое вот в них я буду только зачитывать потому что вот много инфы извиняюсь короче простейшим способом управления шаговым двигателем является волновое при таком управлении в один момент времени возбуждается только одна обмотка но такой способ управления не обеспечивает максимально возможного момента то есть вот рисуночек как положение рот это шагового двигателя на приволновое управление то есть включается там одна пара катушек потом другая и так далее он по кругу просто так статично передвигается ну обычный шаговый двигатель вот вот осциллограммы которые показывают движение конкретно в данном случае это биполярное потом приводится примеры четырехвыводной амбиполярный потом пятивыводной но вот здесь я сюда честно извините не полезу потому что легко ошибусь зачиткой нет не в этот раз затем есть полношаговое управление обеспечивает больше момент чем волновое управление так как обе обмотки двигателя включены одновременно положение ротера при полношаговом ровнении показанном рисунке ниже то есть тут опять же они используют то что я рассказывал что они включают катушки так чтобы роутер зафиксировался между этими катушками и технически там это просто удобнее становится как я понимаю может быть нет полношаговое биполярное управление показано на рисунке выше имеет такой же шаг как и посмотрим волновом titre неконечный полярное управление не выгоднее показано потребует 2 однополярных управляющих сигналах для каждого 、、 покрытva сигнала однополярное управление требует менее сложная и дорогой схемы управления дополнительная стоимость и полярного управленияね оправдана когда требуется более высокий момент В общем, тут все в контексте униполярного и пиполярного просто для удобства. Там каждый используется. Есть еще полушаговое атлетие. Шаг для данной геометрии шагового двигателя делится пополам. Полушаговое управление обеспечивает большее разрешение при позиционировании вала двигателя. Ну, то есть вот эти 15 градусов вместо 30, которые я объяснил, если я сейчас не путаю ничего. То есть вот он двигался шагом 30, теперь вот при полушаговом он может двигаться в 15. То есть буквально вставая в позицию между катушками и уменьшая шаг. Ну, вроде как более удобно и более точно дает управление двигателем. Этакая полпозиция. Ну да. Ну и потом вот из этого всего вот они напридумывали, ну, как вы сказали, полупозицию и сделали гибридный, где вообще там одна позиция это 1,8 градуса. По-моему, даже некоторые по 0,9 могут ставить. То есть там вообще 400 оборотов. Как раз половина. Если шаг 1,8, вы также можете полушаговое реализовать. Получится половина. 0,9. Вот и будет там 400 смен позиций за одно вращение круговое. Вот полушаговая это комбинация волнового и полношагового. То есть там было условно по диагоналям он двигался каждый раз на 30 градусов. Тут было он двигался по вертикали и горизонтали по 30. А потом они взяли, просто совместили оба и сделали так, чтобы он двигался и по горизонтали и вертикали, и по диагонали по 15. Условно. Ну, тут не 15, немножко побольше, но вот так условно на примере. Ну и все. Благодарю. Сейчас немножко общих вам корректировать, что позволят делать в будущем проекты выступления лучше. То есть, немножко тут такой момент, чуть меньше... Ты скрывился, я и так знаю. Да, да, да. Чуть меньше именно сомнений, во-первых. Ну, то есть, потому что ты все равно уже рассказываешь. Я хотел кое-что уточнить просто. Ну, значит, надо было уточнить, ничего страшного. Ладно, это я омену про то, что говорят все, все равно не уточните перед... Понятно, что имело смысл спросить, но в любом случае все же не спросишь, поэтому он просто чуть более уверен. И второе, именно по структуре, чуть четче. Да, я перекинулся сразу на гибридный, надо было постепенно. То есть, четко структура, как бы гибридный же, по сути, как смесь, а вы как бы вот смесь, а смесь чего? Он мне просто наиболее понятен и больше всего понравился, поэтому я на него перейдусь. Ну, он, естественно, наиболее технически совершенный, вот он вам понравился. Но в любом случае, спасибо за проект. Потом, пожалуйста, свои вот эти вот файлики потом в чате Discord тоже скиньте. Чтобы другим я и закреплю вот эти сообщения. Ну, а теперь у кого еще возникли вопросы к Луке, и вы не прочь, чтобы они остались на некоторое время в этом видео в вечном пространстве интернета. Если желающих задавать вопросы в общем формате нет, то мы можем, естественно, их потом обсудить уже после записи видео. Есть желающие спросить во время записи? Так, желающих нет, что-то... Эх... Люди... Не горят желанием оставить свой след истории. Ну ладно, тогда мы и дальше проведем обсуждение этого проекта уже в канале Discord. И объявление для тех, кто вдруг смотрит в записи это видео. Убедительная просьба, посещайте в Discord, то есть там практика, контактная работа, решение задачи. То есть то, что на YouTube это только часть для вашего удобства и возможности перепросмотра каких-то моментов. Благодарю за внимание. Молуку поблагодарю за проект. И счастливо. Молуку поблагодарю за внимание.